Председатель партии платформа «Достоинство и правда» Андрей Настасья заявил, что правительство Санду должно было сохранить власть всеми возможными средствами. В интервью одному из информационных порталов он сказал, что сожалеет о падении правительства Санду, так как они планировали реализовать много хороших проектов. «С 2010 года мы работаем над тем, чтобы не допустить правления олигархов в этом государстве. И как не сожалеть о том, что как только у нас появилось проевропейское и демократическое правительство его сразу же не стало. Мне жаль, что некоторые процессы, которые мы начали в разных областях, были приостановлены», – заявил Андрей Настасья. В то же время бывший министр внутренних дел утверждает, что возглавляемое им формирование выступало за иное решение, чем принятие на себя ответственности правительства Санду в отношении изменений в законе о прокуратуре. «К сожалению, мы были меньшинством в правительстве, а также в парламенте. Случилось то, что случилось. У нас был другой подход. Тогда мы сказали, что власть должна быть сохранена. Всеми возможными методами нужно было сделать так, чтобы это правительство не пало. Это принятие ответственности нужно было сделать по-другому», – добавил Настасья. Лидер платформы «Да» также отметил, что возглавляемая им структура, а также ПДС, сформировали блок ОКУМ для участия в парламентских выборах, расширив взаимодействие в связи с местными выборами этой осенью. Однако теперь у каждого формирования будет своя повестка дня. «Когда эти выборы закончились, мы увидели отношения и заявления коллег из ПДС. Что поделать, принуждение ничего не даст», – отметил Настасья, говоря о фракциях ППДП и ПДС в Кишинёвском муниципальном совете. В планах на будущее у Настасья подготовка к президентским выборам. Он заявил, что возглавляемая им партии будет достойный кандидат в президенты.